Добрый день! В этом видео я заполняю анкету на программу по обмену в США для учителей средних школ Казахстана. Данное видео будет интересно учителям, молодым специалистам, педагогам средних школ, которые хотят поучаствовать в программе с целью приобретения опыта преподавания и в дальнейшем с целью обмена накопленного методического опыта с коллегами. Если вы находитесь в другой стране, пожалуйста, посетите официальный сайт посольства США в вашей стране и на сайте посольства вы, возможно, найдете аналогичную программу для вашей страны. Хочу рассказать, из каких шагов состоит заполнение формы. Каждый участник заполняет анкету самостоятельно. Комиссия очень строго следит за академической честностью. Вся информация по данной программе будет в описании к видео. А также в описании к видео будет инстаграм-страница посольства США в Казахстане. Для того, чтобы принять участие, необходимо заполнить заявку до 15 марта 2021 года либо до 30 марта 2021 года, если вы подаете на программу Fullbright Teacher Excellence and Achievement Program Media Literacy, то есть на программу по медиаграмотности. Все заявки, прошедшие в полуфинал, приглашаются на сдачу международного экзамена TOEFL, о котором также вы можете увидеть информацию в описании к этому видео. Программу по общей педагогике Teaching Excellence and Achievement Program подают документы учителя английского языка. На программу по медиаграмотности могут подать учителя и других предметов. Необходимо набрать 61 балл, что соответствует уровню Intermediate. На программу по общей педагогике необходимо набрать 45 баллов, что соответствует уровню Pre-Intermediate. В этом году TOEFL будет проходить в апрель 2021 года. Финалисты программы утверждаются в сентябре 2021 года. Весенняя группа принимает участие в предвыездной ориентационной сессии в ноябре-декабре 2021 года и поедут в США на шестидневную программу с января по март 2022 года. Если вы подаете на осеннюю группу, это тоже можно указать ваше предпочтение, можно указать в анкете, в какую группу вы хотите попасть, то вы примете участие в предвыездной ориентационной сессии в июне-июле 2022 года и в США поедете в сентябре по октябрь 2022 года. Для того, чтобы принять участие в этой программе, необходимо быть учителем средней школы. Преподавать можно не только английский язык, но и другие предметы, естественно, научного цикла, математику, социальной науки. В заявке вы будете описывать, какие лидерские качества вы смогли проявить в стенах своих школ и сообществ. Необходимо иметь степень бакалавра и иметь как минимум трехлетний опыт работы в качестве штатного учителя средней школы. Обязательно хорошее владение английским языком, так как необходимо будет сдать международный экзамен TOEFL и набрать 45, минимум 45 баллов из возможных 120. Все расходы, связанные с тестированием, покрываются посольством США в Казахстане. И сама программа покрывает поддержку визовую, оплачивает авиабилеты в оба конца, место проживания, питание, все. И страховка также оплачивается. Для того, чтобы зайти и заполнить анкету, вам нужно зарегистрироваться. Несколько способов, как попасть на главную страницу анкеты. Вы можете зайти на официальный сайт посольства США в Казахстане, вы можете через Инстаграм зайти со страницы посольства США, либо вы сразу проходите на сайт fullbright.irex.org. Открываем первую страничку fullbright.irex.org и начинаем регистрацию. New Application Registration. Так, заходим на свою почту и подтверждаем регистрацию посылки. Продолжение следует... Далее мы создаем свой аккаунт. Дальше вы выбираете страну проживания. У нас две программы Teaching Excellence and Achievement и Teaching Excellence and Achievement Media Literacy. Увидим, что предпочтение все-таки будет отдано учителям с полным пятилетним стажем работы в средней школе. Так, ну, я выбрала Media Literacy Application. Здесь появляется очень много полей, которые нужно заполнить. Общая информация. Начнем мы с общей информации. Заходим на первый раздел. Вы пишите, когда вы хотите поехать. Ваш фамилия, имя, отчество. First given name. Фамилия. Ну, мистер для мужчин, миссис для замужних женщин, мисс просто для женщин, в принципе. И, в принципе, доктор это уже доктор. Выбирайте страну, город, который, город рождения, страна рождения, город и страна рождения. Далее вы выбираете дату рождения, дату рождения. Вы выбираете свой пол обязательно, мужчина, женщина. Но можете не отвечать. Pronouns. То есть, как вы хотите, чтобы к вам обращались. Количество лет, которые вы преподаете, как учитель. Совершали ли вы преступление? Пишем нет. И ваш статус инвалидности. Описывайте. Сенсорное нарушение, не слышите, или проблемы с зрением. Хроническое какое-то заболевание, допустим, эпилепсия. То есть, нарушение подвижности. Умственная отсталость. Какая-то у вас временная болезнь или травма. Допустим, хирургическое вмешательство или сломанная лодыжка. Тут приводится такой пример. Я не отрасляю себя инвалидностью и self-identity и самоопределением. Так. Какая другая информация важна нам, чтобы знать? Здесь я ничего писать не буду. Охват. Как вы узнали. Напишу, что на официальном сайте. Так. Все. Сохраняем. Ваши контакты. Мобильный телефон. Вставляем. Email. Вставляем. Называем школу. Заходим в третий раздел. Какую дисциплину вы преподаете английский для неносителей. Другие, какие вы в дисциплине преподаете. Ну, все. English language только. Заполним одинаковое. Информация о школе. Ваша школа городская или пригородная такая, или все-таки ваша школа сельская. Ну, я напишу, что она вот где-то в серединке. Школа ваша является частной, или она управляется государством, или какие-то другие варианты спонсирования. Выбираем государственная школа. Primary или secondary. Выбираем secondary. Можно еще both. Both выбираем. Primary или secondary. Оба. Сколько всего в школе учеников? Так, здесь вы видите, что форматы классов, как в США. И вам нужно выбрать по годам те классы, где вы преподаете. Количество студентов на класс. В классе вот это количество. Сколько всего, в общем, у вас студентов, которым вы преподаете? Нужно посчитать 50 человек, примерно. Ваша школа обслуживает малообеспеченное или обездоленное сообщество? Да. Вам нужно в менее чем 200 слов рассказать про школу и кого она обслуживает, кто такие ученики, что они делают, когда заканчивают школу, чем родители занимаются, по какому принципу отбирается школа и любая другая информация, которая нужна, которой вы думаете, что необходима. Как я заполняла все это индивидуально, поэтому заполняет каждый сам. Далее проходим к пятому разделу «Background Consideration». Спрашивается здесь о том, что кто-либо из вашей школы участвовал ли в этой программе, в «Фулбрайт» и других. Я пишу, что нет. Вы преподаете в какой-то там программе? Нет. В США вы куда-то еще подаете какие-то программы? Нет. Продавали бы вы? Да. Have you ever привез в Submitation Application? Да, подавали. For either T or Fulbright T Program. Ну, вот это вот я пишу Fulbright T Program. И я подавала, подавала я в марте, в марте 2020, 2018 года. Путешествовали вы за границу? Да. В США путешествовали? Нет. Если вы в каких-то программах участвовали, опишите. И шестое. Профессиональное. Так, где вы путешествовали? За границу. Напишем, что никуда не путешествовали. Так, мы никуда не путешествовали. Сохраняем. Дальше. Так, про ваш... Про ваше обучение. Про образование. Я пишу East Kazakhstan State University. Четыре года. Teaching, education. Напишу. Так, degree, certificate. High school diploma, college postgraduate, master, phd. Напишу bachelor of education, потому что так у меня написано в дипломе. Year degree. Year degree awarded. Это в каком году? Я получила его в 2010 году. Highest degree awarded. Highest degree. Да, это у вас наиболее высшее дегри? Да. Какое наивысшее у вас достижение? Напишу, что bachelor of degree. Ну и bachelor сюда напишу. Так. Please confirm that you have obtained the required degree of recursion. Так. Все, везде поставили. Yes, yes, yes. И возвращаемся. Дальше мы подошли. Так, это все мы заполнили. Мы подошли к восьмому. Иностранные языки, которые вы знаете. Так. Пишем English. Please rate your proficiency for each language you know in the categories. Вот так. Дальше мы заполняем историю, опыт работы. Опять школу. Position teacher. Number of work. 33 часа. Grade level taught. Значит, grades. Какие у меня это? Третьи классы. Так. Третьи классы. Я работаю сейчас. Да, я работаю сейчас. Так. Значит, я начала работу в этом учреждении в 2013 году в апреле. Плезливый МТ. Если вы сейчас работаете, вы оставляете пустые. Что вы преподаете? И я пишу, что я еще классный руководитель. Home. Где вы до этого работали? До этого. Дальше. Дальше. Десятом. Вы расписываете свой график. Недельный. Расписание. Всех классов, которые у вас есть. И сюда вы включаете планирование. Подготовительное время. Если вы преподаете в более чем одной школе, тоже это все нужно написать. Пример вот здесь есть. Вот пример. То есть, смотрите. Имя школы. Дни недели. Понедельник, вторник. Время вы пишете. Сколько у вас класса. Это по 40 минут. Ну и какая дисциплина. И какой класс у вас сидит. Сколько учащихся. То есть, вы работаете в полный рабочий день. Поэтому пишите full-time. И вам нужно обязательно быть full-time teacher. И сколько у вас часов. How many hours on average does a full-time teacher work in your community? Это мы пишем имя школы. 40 минут. Это у нас уроки. Сколько у нас человек? 12. Это в группе. Ага. Так. Все поняла. Значит, в понедельник у меня третий класс. То есть, я выбираю понедельник. Выбираю английский. English. Выбираю возраст. Время это 8.00. Пишу. И выбираю я level. Левел. Враняю. Вот. Написала у меня, что я, значит, понедельник в 8.00. Time of day. У меня урок в третьем классе. Все, 30 часов, которые я вырабатываю. Я вбила, и мы продолжаем теперь. Additional Vacation and Professional Activities. Так. Здесь нужно запомнить список действий, которые вы выполняете, чтобы развиваться профессионально. конференции. Публикации. Сертификаты. Проводили ли вы профессиональные программы. Все, что вы делаете за пределами школы. Все, что касается программ, критического мышления, коммуникативных навыков. Так. Заполнили. Десять, одиннадцать, так, двенадцать. Statement of Purpose. Значит, здесь вы описываете, почему вы вообще участвуете в этой программе. Почему вы участвуете. То есть вы должны показать, что вы хотите делиться навыками, своими практическими наработками с коллегами. Опишите случай, когда вы были лидером, или какой-то положительный пример в своей школе подавали. Третья часть. Как ваша, то есть, школа или ваше окружение, какой результат получит от того, что вы будете участвовать в этой программе. Как вы будете делиться. И четвертая часть. Так как все участники делят, то есть, друг с другом взаимодействуют. Какие шаги будете предпринимать, чтобы с человеком с другой стороны как-то взаимодействовать. И пятая, пятая часть. Возможности для учеников в вашем комьюнити. Узнать и получать доступ к точной информации. Так, вот здесь вот достаточно долго времени вы просите над 12 вопросом, так как нужно несколько развернутых ответов сделать. Здесь я оставлю их на другие дни. Значит, вот этот вот institutional support вы скачиваете, вот он здесь. Распечатываете, заполняете и уже подгружаете в электронном варианте. Он тоже будет в прогрессе. Также нужно будет скачать вот такую форму, подгрузить ее. И дополнительные документы. Дополнительные документы тоже нужно будет подгрузить в PDF-варианте.